Внешне они очень похожи на растения, экзотические пустырники и даже деревья. В темное время суток это особенно заметно, повсюду на веточках как будто распустаются крошечные цветки. Но на самом деле эти цветочки только не такие мирные и безобидные. Они охотятся на крошечных мастерских обитателей, выплывающих лет. На самом деле это животные. Но тем не менее они похожи на цветы. Чем же? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это только как раз в неделю мы поняли, чем в ответ в поле. И это только будет evident, когда солнце появится. Для этого они изменят их повсюду в реакции. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Кораллы, как и все растения, нуждаются в свете. Они не могут расти в мотной воде или на большой глубине, куда не проникают солнечные лучи. Это не просто совпадение. Если мы при свете дня спустимся на глубину, мы увидим, что теперь кораллы питаются вовсе не как животные, а совершенно по-другому. Давайте пронаблюдаем за ними. Теперь кораллы больше похожи на растения по виду. Трошечные щупальца попрятались в своих известковых убежищах в самой глубине скелета коралла, но они по-прежнему остаются на следу. А внутри их крохотных тел живут микроскопические зеленые растения, водоросли. Которые питаются с помощью фотосинтеза. Но кораллы не остаются обделенными. Водоросли поселяются в стенках их скелетов, и 80% сахара, вырабатываемое ими, достается вовсе не самим кормильцам, а их соседям. Питаясь ночью мясной пищей, но кораллы становятся вегетарианцами. Кораллы занимают самые удобные места на дне, так чтобы получать как можно больше цветов. Совсем как кустарники, которые разрастаются вширь, чтобы их листья не находились постоянно в тени. Но от этого сотрудничества выигрывают и водоросли. Такая прозрачная вода весьма обидна анифротами и фосфатами, необходимыми водорослями. Здесь им помогают выделение самих кораллов. Так что водоросли выигрывают в своей идее. Они приспокойно живут внутри кораллов, буквально как за каменной стеной, и получают нужные им вещества. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...